Добрый день! Меня зовут Анжелика Ермак. Я художник. И сегодня мы с вами будем рисовать сухой пастелью. Предлагаю вам нарисовать мальву. Сейчас очень много цветет мальвы, и вы сможете в любом уголочке нашего города найти этот цветок. Мы сделаем с вами легкий такой набросок этого цветка. Значит, посмотрите, с чего мы начнем. Берем бумагу, которая более длинный формат имеет, и намечаем для начала сам стебелек. Цветок. Старайтесь рисовать его не очень ровно, да, можно немножечко так его более криво рисовать. В данном этюде у меня есть главный цветок, и есть его, скажем так, дополнительный. Ну, начнем с главного цветка. В общем, я рисую очень похожий на круг. Ну, немножко эти листочки, они у нас так играют, уходят в сторону. Дальше. Есть цветочек, которые у нас отвернут. Вот. Здесь мы его тоже намечаем. Сначала его вот этот вот чашелистик, и потом уже тоже не очень ровно. Посмотрите, как он идет. Такие старайтесь сделать живые линии, да, можно даже потренироваться сначала сделать какие-то эскизы. У этого цветка очень много бутонов. Вот мы уже здесь с вами начнем добавлять такие вот разные бутоны. Какие-то бутоны у нас будут самим, там, где начинает распускаться цветочек. По форме они очень похожи такие на шарики, да, поэтому... И чем выше, тем этих шариков больше, ну, они становятся такие не очень большие. Значит, старайтесь всегда рисовать разный по размеру. Вот у нас с вами есть большой цветок. Сейчас мы нарисуем тут еще один. И листик, чтобы был более такой живой тюб. Значит, так как у нас это будет с вами такой, скажем так, набросок, скетч, я где-то прям уже угольным карандашом буду прорабатывать сами тени. Сейчас дорисуем. Ну, здесь вот еще можно добавить вот этот вот цветочек один. И какой-то мы пропустим, не будем рисовать. Мы с вами художники, мы можем выбирать, да, как можно изменить композицию. Так. Ну, в общем-то, вот. Теперь там, где у нас тени у цветка, мы с вами их сделаем углем. Серединка у цветочка, она немножко смещена в эту сторону. И сам вот этот его пестик выходит чуть дальше. Значит, я рисую саму форму тени от этого цветка и начинаю ее заштриховывать. То есть мы делаем сейчас тоновой эскиз. Свет у нас падает справа, поэтому слева у нас будет тень. У листочка тень, она будет больше внизу. Прорабатываем их. Там, где листики крепятся у нас к стебелечку, будет более темный по тону стебелек. Под цветком у нас тоже тень, поэтому здесь у нас такой достаточно темный стебелек. Делаем более темный. Там, где он выходит у нас на свет, и с левой стороны тоже у нас будет тень. Вот я сейчас добавляю вот эти вот. Проштриховываю наши тени. И здесь я снизу штрихую, потому что тень у нас, она внизу, вот она, на самом лепестке лежит. В этом цветке тень находится у нас внутри. То есть он освещен у нас с правой стороны, более светлый, а слева он у нас в тени. И внизу у него тень. Ну вот смотрите, предварительный рисунок у нас уже готов. Там, где у нас тень, мы с вами будем рисовать, соответственно, более темным цветом. Мы можем взять такой фиолетово-розовый цвет. Вот я думаю, что вот такой вот оттеночек отлично подойдет. И вот у меня здесь еще более темный. Вот, наверное, вот такие цвета. На самом, самый освещенный цветок мы можем взять, это будет вот такой вот розовый яркий, где у нас на свету, и такой вот цвет, немножечко, может быть, не фуксию, а вот такой вот. Вот три оттенка, которые, четыре оттенка, которых нам хватит для того, чтобы нарисовать сам цветок. Ну что, приступим. Значит, сначала делаем тени. Они у нас уже с вами намечены. Вот я по ним прохожусь пастелью. Закрасила я, правда, тут, но ничего. Вот это у нас теневые участки. Рисую я на бумаге Кансон. Бумага продается в любых художественных магазинах. Вы можете выбрать и в склейке, можно выбрать большие листы, можно выбрать не очень большие. Есть и в Леонардо Водинцово, поэтому, если вы будете рисовать пастелью, то с бумагой проблем у вас не возникнет. Так, готовы у нас теневые. Так, и вот здесь вот сделаем. Так, теперь мы можем с вами взять другой оттенок, более светлый, и сделать плавный переход от цвета, от тени, наоборот, к свету. Намечаем. Здесь у нас листочек подвернут, уходит вниз, и вот этот кончик мы тоже сделаем таким более светлым. Так, ну что, сделали переход. Теперь можно переходить к более светлому оттенку. Берем с вами вот этот вот оттенок розовый, да, и уже начинаем делать края нашего цветка. Так, это еще не самый светлый оттенок, да, самый светлый мы оставим для того, чтобы сделать более яркий. Здесь мы тоже начинаем показывать, что здесь у нас уже есть свет. Кое-где можно здесь такими прям штришочками показать, что свет зашел внутрь этого цветочка. Вот такие точки, штришочки ставим. С этой стороны немножко, и вот здесь добавляем по краешку. И здесь вот прям самый кончик мы тоже добавили оттенок. Так, здесь я еще хочу добавить вот этого цвета. И по краешку добавим легкий оттенок. Так, ну что, сейчас можно перейти к стебелечку и к листьям, для того, чтобы у нас работа шла одновременно, да. То есть мы не делаем сейчас самые яркие акценты на цветах, это будет уже в самом у нас конце. Значит, темный цвет мы уже сделали с вами при помощи пасты угольного карандаша. А теперь мы берем с вами оттеночки, которые будут средний, более свет. Ну, давайте попробуем сначала. Сначала вот все-таки потемнее возьму средний оттенок. Прорабатываем наши бутончики. Средним цветом. Листики. Тоже нужно немножко проработать. Вытираем руки, потому что после розового мы перешли с вами сразу к зеленому, чтобы не было у нас грязи. Так, и здесь мы тоже добавляем. Так, ну что, смотрите. Частично мы с вами уже проработали. Серединку цветка мы можем сделать даже вот таким для начала светлым зеленым. И посмотрите, где у нас падает свет на наши бутончики. Мы добавляем с вами самый светлый оттенок зеленого. Значит, можно разделять их вот так вот. Здесь по краешку можно где-то добавлять. И здесь тоже немножко добавим. Сейчас давайте мы с вами добавим голубой фон. Для фона мы возьмем с вами два оттенка. Мы можем с вами взять вот такие вот различные голубые светлые оттенки, которым сделаем фон. То же самое мы подходим близко к нашим цветкам. И прорабатываем. Работаем всей поверхностью мелка. Это очень удобно. Использую вот такие вот вертикальные штрихи. Покажем, какое у нас небо. Внизу цвет может быть более темный, чем наверху голубой. Сейчас мы их тут соединим. Где-то может быть у нас там исчезает стебелек, но ничего страшного. Мы его можем подправить с вами. Чуть аккуратнее заходим. И давайте еще уже светлым кверху пойдем. Вверх будет у нас более светлый. Подходим к нашим цветам. Прорабатываем. Ну что, мы с вами сделали. Сделали уже фон. Поработали с бутончиками и с листиками. Теперь нам нужно добавить более яркие, более светлый, не яркий, а более светлый оттенок на наш цветок. И наш этюд с вами будет готов. Значит, приготовьте более светлый цвет, чем у вас был. Самый-самый светлый берите. И мы начинаем прорабатывать его от края. Вот здесь у нас более засвеченные лепестки. Вот я захожу от краешка, захожу вовнутрь. Здесь также более светлый оттенок пойдет. Здесь по краешку можно добавить. И вот здесь вот свет у нас засвечивает лепесток. Здесь вот прямо вот по этому краешку пройдем. Где-то можно вот такими точками пройтись. И можно такие небольшие штришочки сделать, потому что мальвы, такая небольшая графика, она в общем-то даже очень хорошо будет смотреться. А здесь какой-то у нас есть небольшой засвет. Здесь тоже по краешку. Так, давайте возьмем желтый какой-то оттенок. И вот желтый мы с вами выделяем вот этот вот, куда падает свет. Можно где-то еще вот на эти по краешку добавить. По самому попадает свет у нас. И немножко добавлю сейчас холодных оттенков на наш цветочек. Ну, здесь можно чуть-чуть холодный, здесь можно. Так, и какой-то сейчас немножко более яркий, как фуксию. Цвет, как фуксия. Так, и вот по краешку хочется сделать более такой его разнообразный край. И вот здесь немножко добавим такой штриховочки. Так, ну что, как этюд, мы можем его уже и закончить. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Мы сделали с вами вот такую вот мальву, этюд Мальвы. Приятного вам творчества. С вами была Анжелика Ермак.